Стремительно приближается лето, и в преддверии этого замечательного сезона мы пригласили в нашу студию заведующую отделом обслуживания Центральной библиотеки Марину Андрианову, чтобы поговорить о том, как работает библиотека летом. Здравствуйте. Марина Алексеевна, ну, библиотека — это уже давно не просто возможность взять книгу, это многофункциональный культурный центр, назовем это так. Что на самом деле ждет читателей, посетителей летом? Что-то приготовили интересное? Ну, конечно, приготовили. Вообще Центральная библиотека всегда славится своими мероприятиями, и кто еще не знает, что у нас очень много всего интересного проходит от кружков до концертов, всех приглашаем. Но, конечно, в преддверии летнего сезона мы должны сделать небольшие объявления. Но, во-первых, библиотека переходит на летний график работы. Мы теперь будем работать с понедельника по субботу с 11 до 7, без перерыва на обед, в одну смену. Воскресенье — выходной. Запомнили. Это первое. Во-вторых, так как у нас, можно сказать, грандиозное событие, мы делаем ремонт в Центральной библиотеке, теперь у нас будет модельная библиотека. Сейчас уже ремонт идет в зале и в фонде. И недели через три, то есть мы, конечно, откроемся 1 июня, да, то есть я имею в виду, перейдем на летний график, но где-то к концу июня мы, наверное, закроем уже обслуживание посетителей на книговыдачу. — Надолго? — Да, планируем до сентября успеть. Дело в том, что это достаточно большой труд. У нас 40 тысяч фонд, 40 тысяч книг, поэтому их надо как-то все связать, перенести с одного помещения в другой, отсортировать. — Вы сказали модельная библиотека. Что это значит? — Модельная современная библиотека, где будут современные пространства, где можно будет прийти и со своим ноутбуком посидеть в красивом месте, в уютном, на подушечках, в прекрасных лаунж-зонах, для того, чтобы было какое-то местечко, где можно уединиться. Ведь иногда даже люди не отдают себе отчет, что должны иметь какое-то свое свободное время и свое местечко. Иногда просто в квартире невозможно это сделать. Человек может просто взять, прийти, почитать книжку, поиграть, кстати, в настолки. У нас есть прекрасный клуб настольных игр без проблем. По пятницам приходите. Значит, но, конечно, мы закроемся на книговыдачу, но кружки и некоторые мероприятия будут. — Вы имеете в виду, что они будут работать и в июле, и в августе, да? — Да. Значит, что будет? Во-первых, мы выходим на природу, как всегда. Каждый год у нас читающие скамейки. Читающая скамейка — это развлечение для взрослых и детей в Центральном парке. Наши сотрудники выходят по четвергам в 12 часов, встречаются около сцены и играют в разные квесты, в игры, что-то познавательное привносят. Потому что у нас всегда и пушкинский день, и день шахмат и так далее. То есть мы знакомим по какой-то тематике идет. — Люди какого возраста могут прийти? — Разного. То есть от 4 до 94. Приходите все весело всегда, потому что у нас библиотека резодорная и всегда готовы поднять настроение и, конечно же, что-то познавательное дать. Что касается самой библиотеки, остаются мастер-классы по четвергам в 3 часа дня. Анастасия Тернова у нас всегда готова. Прекрасные мастер-классы. Опять же, два раза в неделю будут VR-очки. У нас теперь еще VR-очки. Кстати, Екатерина, вы спросили по поводу модельной библиотеки. Мы уже закупили частично оборудование. У нас уже есть караоке. То есть мы будем оказывать еще и услуги такого плана. Например, можно будет устроить праздник в библиотеке, детский праздник. Ну, хотите взрослый праздник, пожалуйста, караоке. Мы можем помочь провести этот праздник. Ну, не скажу, что мы прям аниматоры в чистом виде, да, но будем помогать и сценарии делать, и, в общем, как-то вот, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Марина Анастасияна, есть еще такая акция с книгой в лето. Расскажите, пожалуйста, что это? Ну, с книгой в лето это акция Центральной детской библиотеки. Смотрите, пожалуйста, в соцсетях афиши, что это такое, да. То есть они сначала проводят ряд мероприятий, а потом общее мероприятие в парке. Тоже нужно следить за афишами, когда это будет. Это тоже будет летом. Что еще будет в афише, вот, получается, в июне, в большей части? В июне у нас остается все по плану. Мастер-классы, кружки. Ну, некоторые кружки, конечно, уже уходят на каникулы, конечно же. Да, потому что, ну, сложно это все совмещать. Люди уезжают в отпуск, кто-то на дачу. И, конечно, собрать массово людей очень сложно. Вот, ну, мы будем стараться. Пушкинский день будет, будет беседа о Пушкине 6-го числа. Я всех приглашаю на свой творческий вечер. Это будет грандиозное шоу. Когда? Состоится шоу 10-го июня в историко-культурном центре в 2 часа дня начала. Это будет вечер юмора, конечно же, потому что я все-таки автор юмористических рассказов. Это будет очень большой концерт с прекрасным коллективом Иванда Мария. Мы будем все петь. Дорога в жизнь, кружок колорит. В общем, приглашаю всех. Это будет такой, ну, хороший концерт. Двухчасовой минимум. Ну что ж, афиша очень насыщенная. Вот, на самом деле, на любой вкус. Сто процентов. Ждем читателей, посетителей, всех в Центральной библиотеке. Спасибо, что пришли. А я напомню, что у нас в гостях была заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки города Видное Марина Андрианова. Продолжение следует...